Шестой класс, одиннадцатая серия. Семь раз по девять, шестьдесят три. Можно выполнить сложение, а можно умножение. Множитель, множитель, значение произведения, шестьдесят три. Шестьдесят три разделить на семь. Деление выполняется в данном случае без остатка. Шестьдесят три делимые, семь делитель, девять частное. Шестьдесят три это семь умножить на девять. Деление не всегда выполняется без остатка, иногда есть остаток. Например, шестьдесят надо разделить на семь. Неполное частное восемь и остаток четыре. Шестьдесят это семь умножить на восемь плюс остаток четыре. Пятьдесят шесть плюс четыре. Шестьдесят. Делимое, делитель, неполное частное, остаток. Четность. Натуральные числа. Бывают четные, которые делятся на два, а бывают нечетные. Формула четного числа, а это формула нечетного. При делении на два остаток один. В натуральном ряду числа четные и нечетные чередуются. В каком случае сумма будет четна, а в каком нечетна? Давайте рассмотрим четность суммы. Первое свойство. Сумма любого числа четных слагаемых четна. Если все слагаемые числа четны, двойку как общий множитель можно вынести за скобки, и мы можем представить эту сумму в виде произведения, где один из множителей равен двум. То есть формула четного числа. Сумма четна. Второе свойство. Если число нечетных слагаемых четно, то есть их 2, 4, 6, 8, 10, то сумма четна. Два нечетных числа. 1 плюс 1 получается 2. Все слагаемые четны. Сумма четна. И третье свойство четности суммы. Если число нечетных слагаемых нечетно, то есть нечетных слагаемых там 1, 3, 5, 7, 9, 11, то сумма нечетна. Первое слагаемое число четное, второе нечетное. Сумма будет нечетна. При делении на 2 остаток 1. Первая задача. Четно или нечетно значение суммы натуральных чисел от 11 до 80 включительно. Это натуральные числа. Каждая следующая на 1 больше. Сколько чисел в этом ряду? Как определить? Надо из наибольшего числа вычесть первые 10, потому что их здесь нет. В этом ряду первое слагаемое 11. Значит, всего слагаемых 70. Идет чередование. Нечетное, четное, нечетное и так далее. То есть поровну четных и нечетных. 35 четных и 35 нечетных. Если число нечетных слагаемых нечетно, их 35, то сумма нечетна. По третьему свойству. Вторая задача. Четно или нечетно. Значение суммы всех нечетных натуральных чисел первой тысячи. Первая тысяча. Пятьсот чисел нечетных и пятьсот четных. В данном случае вот ряд, который дается в условии задачи, это только нечетные слагаемые. Значит, их пятьсот. Пятьсот. Четное число нечетных слагаемых. Сумма будет четна. Следующая задача. Кузнечик прыгает по прямой. Первый раз на один сантиметр, второй на два, потом на три и так далее. Может ли он через 25 прыжков вернуться на старое место? Допустим, вот эта прямая. Кузнечик начинает движение, например, из этой точки. Он может прыгать либо вправо, либо влево. И вопрос в том, сможет ли он вернуться в исходную точку. Так. Давайте прежде всего выясним, какой путь преодолеет кузнечик. Один сантиметр, потом два сантиметра, потом три и так далее. 25 прыжок, это будет 25 сантиметров. Значит, всего, чтобы ответить на вопрос, сколько же сантиметров он преодолеет всего, надо найти сумму вот этих чисел и выяснить, четна она или нечетна. Потому что только в том случае, если значение этой суммы будет четно, он сможет вернуться в исходную точку. Потому что вот он прошел в одну сторону и вот такое же расстояние он должен пройти обратно. То есть значение этой суммы, если оно будет четным, то вполне возможно. А если нечетным, то в таком случае он не вернется в исходную точку. Итак, от 1 до 25. 13 нечетных и 12 четных. Если число нечетных слагаемых нечетно, их 13, значит, значение суммы нечетно, и он не сможет вернуться на старое место. Следующая задача. Можно ли в выражении расставить место звездочек знаки плюс и минус, так, чтобы получилось 20? Ну, давайте попробуем расставить знаки плюс и определим четность этой суммы. Вот если все знаки плюс. Нужно выяснить, сколько нечетных слагаемых. От этого зависит четность суммы. Нечетных слагаемых 5. Значит, значение суммы число нечетное. Так, теперь представьте, что вместо знака плюс перед каким-то числом поставили минус. Ну, например, перед числом 4. Вместо знака плюс поставили минус. Значит, сначала у нас была сумма числом нечетным, потому что 5 нечетных слагаемых. А теперь перед каким-то слагаемым вместо плюса ставится минус. Значит, значение суммы становится меньше на удвоенное число, перед которым поменяли знак. То есть не прибавили 4, а отняли 4. То есть значение суммы станет меньше на удвоенное число. И так же будет, если мы поставим минус перед каким-то другим числом. То есть из нечетного числа нужно будет вычесть четное. Значение этой разности будет числом нечетным. 20 получиться не может. И еще одна задача. Из шахматной доски вырезали две клетки А1 и H8. Эти клетки, которые на диагонали, и обе эти клетки черного цвета. Можно ли оставшуюся часть доски разрезать на прямоугольники из двух клеток? Прямоугольник состоит из двух клеток, причем одна из них черная, другая белая. Если вырезали две черные клетки, то оставшаяся часть, вот все, что осталось, там белых клеток будет больше, чем черных. Значит, вы не сможете разрезать на прямоугольники, потому что в прямоугольнике должна быть одна черная и одна белая. А если белых осталось больше, значит, разрезать не возможно. Продолжение следует...